Привет, все, это Варлорд! У нас есть информация про новинки 20-го года, возможные. Спасибо большое Руслану за то, что помог подготовить видео, информацию. Давайте начнем с Марвел. Бюст Железного Человека. Набор, возможно, будет стоить 60 евро. В мае будет релиз, возможно. Ну и, конечно, надеюсь на эксклюзивную фигурку Железного Человека в комплекте. Халкбастер. 40 евро. Ну, тут на самом деле легкое такое недоумение. Зачем очередной халкбастер, учитывая, что... Ну вот, вы видите, на картинке 15-18-й, еще 18-й год были халкбастеры. Этот будет недорогим, а, следовательно, по размерам напоминать Эру Альтрона или более позднюю версию по Войне Бесконечности. Башня Мстителей за 90 евро. Это, возможно, что-то интересное, потому что у меня была версия 15-го года по Эре Альтрона. Вы видите, на картинке в 2019 году была версия как промо-комплект с фигуркой Железного Человека. Ну и сейчас будет, ну, я думаю, довольно интересный комплект. Далее я разыгрывал комплект Геликариер. Победитель его уже получил. И тут узнал информацию о том, что мы ждем новый Геликариер за 120 евро. Уже не эксклюзив, но зато там будет фигурка Модока. Модок встречался в Лего один раз, и у меня его версии не было. Это было в 2014 году. Так что я очень жду получить этого колоритного злодея в Геликариере, который, возможно, тоже будет по игре. Так же, как и, может, Халкбастер и Башня Мстителей. Набор Гнев Локи. К сожалению, да, 4-х лет, но стоит 60 евро. И это, на самом деле, внушительная цена за комплект от 4-х лет. Касательно наборов по фильму Вечный. Здесь известны цены, из них мы можем предполагать. Один комплект будет стоить 10 евро, второй будет стоить 20, третий 60, а четвертый аж 100. Ну, в общем-то, набор за 100, я думаю, впечатлит. Да и за 10, если это будет что-то небольшое, там, с двумя, допустим, фигурками, то тоже, мне кажется, будет неплохо. Двигаемся дальше. По Черной Вдове уже известно про набор Погоня на вертолете. И, ну, каждый уважающий себя человек уже написал о том, что, насколько мне понравился Таск Мастер. Я не знаю, что тут сказать. Лего уже не первый раз, знаете ли, не особо впечатляют фигурками в таком плане. Ну, чё сказать. Да, с аксессуарами вообще полный облом. А с принтами, ну, бывало-то и похоже, ладно. Конечно, могли сделать классную фигурку. Сделали такую проходную. Да и сам комплект не впечатлил. Веном Краулер. То есть, у вас был Краулер Человека-паука, а теперь Краулер Венома. С удовольствием бы устроил целый монолог по поводу того, что, ой, блин, опять повторяют, воруют у самих себя, но, блин, неплохую уж фигурку положили Венома Железного Человека. И прям захотелось, знаете. Но, тем не менее, это не оправдание того, что уже был Спайдер Краулер, а тут Веном Краулер. Извините, это просто очень странно. Также хочется сказать, что впервые в Лего появится Свин-паук. Ну, я люблю, когда выпускают Лего. Помимо таких вот всеми любимых персонажей, что-то более редкое и эксклюзивное. Плавно из Марвел мы с вами перетекаем в DC Comics. Ну, погоня за Джокером, знаете, это уже как классик. Делают в DC всегда какие-то гонки, кто-то за кем-то гонится. Ну, вполне неплохо, я думаю, будет посмотреть на этот комплект. Может, что-то годное из него и сделают. Чудо-женщина против Гепарды. Это единственный пока что комплект по новому фильму про Чудо-женщину. И Чудо-женщина и Гепарда встречаются в серии мини-фигурок. Я делал распаковки, но здесь у нас будут версии по фильму. И если это та Чудо-женщина вся в золоте, которая появилась в конце трейлера, то я с удовольствием приобрету комплект, поскольку костюм просто пушка. Передвижная Бэт-база будет стоить 90 евро. Здесь мы получим большой транспорт Бэтмена. Ну, чё сказать, найдутся любители этого комплекта. Бэтмен Преследование Пингвина. Это у нас комплект от 4 лет, цена известна. Кстати говоря, 10 евро. Да, погоня за Джокером, к слову, возможно, будет стоить 50 евро. Кратко хочется сказать о том, что Лего выпустит серию Миньоны. Мы получим робота 3 в 1, в котором будет аж 876 деталей. Далее будет набор Храм, в котором будет 310 деталей. Набор Мотоцикл 136 деталей. И также вот Самолет 200 деталей. Плюс детская площадка 87 деталей. Может, что-то из этого приобрету и покажу. Надеюсь, будет не как с троллями. Ждём, конечно же, изображений. А пока что Hidden Side. Третья волна. Вторая волна не стала какой-то, знаете, ключевой. Надеюсь, третья. Наконец-то даст понять, кто батя, кто вот пришёл и просто вот показал. Набор сразу же, говорю, таинственный замок. Нас с вами ждёт. И, возможно, как люди говорят, это будет что-то типа замка из Monster Fighters. Вампирского, который я вам показывал. Надеюсь, заброшенная тюрьма Ньюбери. Ну, мы с вами развиваем городок. У нас с вами было много чего. Теперь есть тюрьма. Сверхъестественный гоночный автомобиль. Ну, знаете, как понять, что набор меня не особо впечатлит? Ну, назвать гоночный автомобиль. Подводная лодка. Пополнит морскую тему, которая очень неплохо развивается в Hidden Side. Есть рыбацкая лодка, есть уже маяк. Вот теперь подводная лодка. Пожарный грузовик. Серия City. Набор исследовательское судно нас с вами ждёт. Тут кратко я буду. Морская научно-исследовательская база. Вернулись в морскую тему. Ну, не знаю, хорошо это или плохо. Субмарина. Мини-субмарина. Далее взлетаем с вами. Самолёт. Пассажирский. Аэропорт. Ну и авиасалон. Следом мы с вами посмотрим на линейку Ниндзяга. На слухи. Главным антагонистом будет некий заклинатель Черепов. И у него будет, соответственно, армия. Армия черных скелетов. Чему я бессмерно рад, что наконец-то вернули скелетов. Да ещё и крутых черных. Ну и также, что наборы будут основаны на игре, может быть. Ну, типа игре Tangerine Dragons. И их можно будет соединять. Ну и там будут карточки. Пока это всё звучит супер странно. Но я очень жду подробных картинок. Давайте пока что с вами пройдёмся быстренько по названиям и будем делать уже выводы. Да, Destiny's Bounty, Дар Судьбы, 1718 деталей. Почему бы нет? Это, на самом деле, знаковый набор для Ниндзяга. Здорово, что его выпустят. Kai Fighter, 71704. И Lightning Jet Battle. В общем, вот эти три комплекта мы ждём пока что по наследию. Двигаемся к новому сезону. Теперь у нас будут какие-то Спинджитсу Сёрдж. Не знаю, что это за крокодилы, но знаю, что там будет Ллойд, Кай и Ко. Пока что. Комплект у нас, ну, будет посвящён логову черепов. Концепт этого комплекта мы с вами видели. По нему он выглядит как огромный типа остров, где в центре находится гигантский череп. И мне очень понравилась эта постройка. Далее есть типа Костяной Дракон. Это здорово. Костяной Дракон пока меня отсылает только к Magic the Gathering 19 выпуску, где была такая вот карта имбовая, дракон, который мог воскрешаться. 71, 720 мы отвлеклись. Это каменно-огненный мех. Далее. Зейнс Мино Кричи. Какое-то существо Зейна. Не знаю, что это может быть, но возможно будет что-то прикольное. Боевой Дракон Ву. Слушайте, ну просто замечательно по названиям, потому что был уже Дракон Мастера Ву в 2015 году. Я надеюсь, здесь у нас будет Дракон эпичнее. Далее Путешествие в Подземелье. 71, 717. По названиям это супер эпично. Да и плюс концепт. Типа какие-то пещерные вот эти приключения с черными скелетами, с костяным драконом, с драконом Мастера Ву. Это звучит прям, знаете, супер зачетно. Но, как показывает практика, не всегда стоит верить названиям. Поэтому нужно ждать официальных изображений или хотя бы каких-то изображений, чтобы все это оценить. Двигаемся к серии Гарри Поттер. Во-первых, фигурки. Вторая серия, вроде их будет 16, а не 22. Далее будет комплект Букля, сборная фигура. Астрономическая башня, что довольно неплохо, поскольку астрономическую башню можно совместить, я думаю, с другими уже комплектами. Побег с Тисовой улицы. Это новая версия комплекта, который у меня был под артикулом 4728. Где мы, наверное, снова получим летающую машину и часть домика. Запретный лес. Ну и, возможно, с фигуркой вот великана. Надеюсь, так и будет. И тогда этот комплект будет желанным для многих. Ну и выручай комната. Выручай комната. Тоже я жду этот комплект. Также в 2020 году мы с вами в этом получим модель техник Ламборгини. Это будет эксклюзивный комплект а-ля Бугатти, а-ля Порш. И мне кажется, это будет здорово. Говоря про серию Майнкрафт, что здесь можно отметить? Во-первых, комплект Redstone Battle. Redstone Битва. Может, будет что-то типа Арена Черепа. Также Crafting Box 3.0. У нас была уже версия в 2014 году. Была версия в 2017 году. Ни одного этого комплекта у меня так и не появилось. Хоть была вся линейка 14-го. Вроде практически вся, если не вся 17-го. Ну, в 2020, я думаю, точно приобрету. Звездные войны. Мы ждем Брикетт Маленького Йоды из сериала Мандалорец. Что было вполне ожидаемо. Далее. Возможно, в 2020 году появится Ла-Ад. Это тот типа Ганшип из Звездных войн Атаки Клонов, который всем очень нравился. У меня есть его версия. И вот, может, это будет новый UCS-комплект. Было бы классно. Ну, и также, возможно, AT-AT в 2020 году новая версия. Ну, и Манки Кит. Это новая серия Лего. Ну, не знаю. Пока что звучит странно. Ну, может быть, серия и правда сможет впечатлить. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу новинок. На мой взгляд, пока что все выглядит зачетно. Ниндзяга на первом месте по ожиданиям. А для вас, что на первом месте по ожиданиям, обязательно пишите в комментариях. Поддерживайте канал. Подписывайтесь. Всем удачи. Всем пока.